Микс Ньюс Вашего предприятия Ну вот то что вы выращиваете Помидоры, огурцы Сезон подходит к концу очередной Вот за эфиром вы сказали Две недели осталось до окончания После яни мы закрываемся Чтобы опять в сентябре сажать И начинать следующий сезон А в этом вот промежутке там цветы тоже? Нет в этом промежутке надо навести порядок Все выбросить, подготовиться Чтобы опять в следующие 9 месяцев Выращивать огурцы и помидоры А который уже сезон по выращиванию? Пятый Ну вот если смотреть на этот график Просто насколько я понимаю По комментариям вашим Вы не слишком позитивно смотрите Вот на этот вот Дополнительный такой Дополнительную деятельность Гетлине В плане окупаемости Нет, мы смотрим очень позитивно Скажем, бюро по конкуренции Есть совет по конкуренции? Да, совет по конкуренции Не очень позитивно на это смотрят На комидоры? Вообще на любой продукт Который предприятие Самоуправления Производят, выращивают на свободный рынок То есть они считают Если это может делать частник То государству или самоправлению Там делать нечего Мы считаем немножко по-другому Но в плане все-таки Окупаемости и вот всего этого В плане окупаемости Это абсолютно рентабельное мероприятие Которое не датируется ни с других сфер Ни с электричества, ни с тепла Ни, скажем, с непосредственно мусорного бизнеса У которого нет никаких дотаций Ни от государства, ни от рижского бюджета То есть это абсолютно самодостаточный бизнес То есть отказываться в ближайшие годы Допустим, так вот Прогнозировать, если от помидоров и огурцов Вы не видите рисков таких? Абсолютно нет Потому что Это несет прибыль предприятия Это раз Эта прибыль Дает возможность Удержать мусорный тариф Это два И основной момент Простите, а каким образом удерживается тариф За счет помидоров? Ну, то есть все мероприятия, которые Чем занимается Гетла Непосредственно Не прямо связанные с мусором То есть это производство тепла и электричества Это на данный момент огурцы, помидоры, цветы Это все идет в общий котел И когда регулятор по формуле определяет наш тариф Это влияет на то, что прибыль от помидоров Не дает возможности так интенсивно расти Прямого тарифа на мусор А шли разговоры, по крайней мере, несколько лет назад Об экспорте этих помидоров Но там тоже были определенные загвоздки Вплоть до подделки этих помидоров Ну, эта подделка характерна Латвии Когда завозят сюда Ну, скажем, польские желтые помидоры И под нашим брендом торгуют Потому мы обклеиваем свои помидоры Но основная проблема Даже не вырастить или продать Основная проблема Это то, что Мы все время ходим на грани Закрытия этого мероприятия Потому что Тот же Конкуренция с подлома Считает, что Этот бизнес искривляет рынок Что мы демпингуем Хотя мы составляем меньше 2% от объема А цена наша, насколько вы знаете Пару раз дороже Как любое другое Демпинг, это вы про экспорт говорите именно? Нет, это я говорю про наш рынок Ну, я бы не сказал, как рядовой покупатель Что помидоры детли Я скажу так Так что нету дорогих или дешевых помидоров Или, я не знаю Штанов Если за 5 лет ни один килограмм не выброшен Значит, кому-то это нужно Значит, люди покупают А с клубникой что? Насколько я помню В 2012 году вы впервые на это пошли Ее раскупили очень быстро Причем Да, но Мы поняли одно Что если заниматься чем-то одним Специализироваться То получается лучше, чем делать что-то универсальное Что хорошо для помидоров Скажем, микроклимат и все остальные условия У вас на предприятии Это в любой теплице Лучше заниматься специализацией Которая ясна, прозрачна И уже отработана Чем экспериментировать Плюс мы не имеем права ошибаться Потому что если мы работаем в минусе Получается, что Страдает Это предприятие самоправления Ошибки не прощаются То есть вы в ближайшее время Не планируете расширять рынок Какими-то другими овощами Или может быть фруктами От хорошего хорошая не ищет Это раз А второе Есть у нас интересные наработки Но это все зависит от государства От законов И от тех условий игры Которые государство будет устанавливать Если мы говорим о медицине И о марихуане Медицинская марихуана Да, ну вот довольно громко прозвучало Это то, что о ваших планах Просто сразу напрашивается вопрос Да, известно, что есть определенное движение Евросоюза И вроде бы и нашей страны Там год от года это обсуждение идет Но все равно пока нет Каких-то дат, по крайней мере, сроков Когда это появится То есть вы настолько уверены, что Что у нас все в этом плане благоприятно сложится? Да нет В нашем государстве мы ни о чем не уверены Но тут немножко другое Просто надо посмотреть, что творится за забором Та же Литва с первого января Уже начинает в полный рост заниматься этим бизнесом Выращивание, переработка Да, ну просто если мы берем соседей То за забором То у нас есть отличия Которые замечательно Там на протяжении всех 30 лет Имеются И не перенимаются Ну там депозитары Мы об этом еще поговорим Немного Но я к тому, что Стоит ли тот факт, что у литовцев это Прошло Считать, что у нас это пройдет Скажем так Если Евросоюз эти рамки и условия игры Ставит на весь союз То рано или поздно Если это будет самодостаточно и выгодно Это будет и у нас Вопрос, кто будет первым И какие условия игры будут выдвинуты Тут еще такой вопрос Вы только что говорили о том Что лучше специализироваться на чем-то конкретном И то, что хорошо там, например, для помидоров Не обязательно хорошо для той же клубники Есть ли у вас уверенность, что Медицинская морихуана, что выращивание ее требует Похожих ресурсов и условий Это уже как-то проработано, да? То есть технологически Или вы будете в сторону уходить? Ну, скажем, все интимные вопросы Я вам рассказывать не буду Но мы консультировались И по идее Та технология, которая есть у нас Она может использоваться И для выращивания этой культуры А вы, насколько я понимаю Вы консультировались с датскими специалистами Просто так интересно Что у нас датчане Они, в принципе, очень много Самопроверения консультируют Я никакого теории заговора здесь не вижу Но в том плане, что Что касается городского планирования Это у нас обычно датчане Самые прогрессивные Это в Дании действительно? То есть по многому мы перенимаем их? Тяжело сказать Как вы видите? Тяжело сказать Потому что Ну, сейчас популярный вопрос консультантов Консультанты Юридическое лицо Не физическое То Ну, просто была возможность Поконсультироваться С специалистами Которые Этой сферой И этой культурой Занимаются Это сложно Вот скажем так Если На такой объем Как в Гетлине У них в Дании Если у нас работают 20 человек То у них работает Там 80 человек Из которых 40 человек Непосредственно занимаются Выращиванием А остальные 40 бумаги оформляют А у вас ресурс охватит В принципе На ту же медицинскую марихуану? У нас ресурс охватит Нужно будет ли привлекать Кого-то еще, я имею в виду? Ну, само собой Но этот вопрос Я говорю Он будет актуальный Только тогда Когда условия игры будут ясны Потому что перед этим Мы можем гадать На кофейной огущей И вопросов больше Чем ответов Ну, вопрос Декриминализации Медицинской марихуаны Он всегда Почти ежегодно Вызывает массу споров И У вас есть какая-то позиция По этому вопросу? Ну, например В прошлом году Министром здравоохранения Баланда Чахша И она вот сказал Свою знаменитую фразу Что общество Еще не созрело К этому Для чего? Для производства лекарств? Для использования Медицинской марихуаны Хорошо Для декриминализации Медицинской марихуаны Ну, скажем так Если мы говорим О медицине То Тяжело сказать Общество Созрело Не созрело Если человеку болит И этим можно помочь Не знаю Таблетки Из этого сырья Ну, почему этим не заниматься? Но все зависит От вот этой Законодательной базы Которой Пока у нас нет А по поводу Ну, вы сказали Да, сконцентрироваться На чем-то одном Но есть ли еще Какие-то Свободные сектора Скажем так Может быть Вот я Насколько знаю Иван Чай Тоже Может прижиться Еще какие-то Чайные культуры Наверное Мы используем побочное тепло Которое Производим Электричество И тепло Тепло Используем В теплицах И вот эта формула Она С одной стороны Держит Стимулирует То, чтобы Не рос Тариф Хотя он все растет Он и будет расти Потому что Налоговая база Растет Тот же налог На природный ресурс Который за 5 лет Вырос От 12 В следующем году Будет 50 евро за тонн То есть это как зима Это адекватные Такие скачки Это еще мало По сравнению С теми условиями игры Которые есть в Европе Это абсолютно адекватно Вот Ну с одной стороны Удерживает А с другой стороны Чем лучше предприятие работает Чем оно больше себя наказывает То есть Чем мы больше зарабатываем На электричестве Или на помидорах Тем ниже тариф Ну а вы У вас есть какой-то выбор То есть самоуправление А же тоже Наверное Не в вакууме Живет Ну какие-то По каким-то правилам Это условия игры Не устанавливает самоуправление Это устанавливает Наш парламент Это раз И второй момент Если мы говорим Об вот этой проблеме То с одной стороны Хочется Скажем так Эффективно работать Использовать все ресурсы Которые у нас есть Но с другой стороны Чем лучше работаешь Чем больше себя наказываешь То есть Мы можем не сжигать Газ И не производить Тепло и электричество Потом огурцы и помидоры А просто это сжигать факель То есть никаких вопросов Ну тогда У Евросоюза тоже Тогда будут вопросы Наверняка Нет не будет Абсолютно не будет Мы можем сжигать Видите вот тут Проблема лойка Так называемая Которую сейчас Очень интенсивно говорят И проблема в Латвии та Что биогаз Из которого производят Дорогое электричество И полигонный газ В Европе Он разделен Это два разных Законодательства И два разных Принципа поддержки этого У нас это в одном котле То есть Чтобы электричество Сделать из кукурузы И превратить Без коровы В отходы Они производят биогаз А мы полигоны Мы вынуждены Бороться с последствием Мы его не производим У нас по законодательству Мы должны его собрать И утилизировать Почему так? Ну потому что Миллион человек Привезли свои отходы Там 40-50% В биологии Биология деградирует И выделяет метан Метан Испаряется в атмосферу И вот эффект тепличный У нас по закону У нас нет инфраструктуры Которая могла бы Приобретовать этот метан Это во всем мире В полигонах Это проблема И то есть у нас По законодательству Мы должны собрать Этот метан И сжечь Мы можем это сжигать Просто в факеле Можем эффективно Сжигать Производить что-то Вот мы выбрали Второй путь То есть государство Никак не поддерживает Вас Поддерживает Поддерживает Мы говорим Сейчас о вот этой Электричественном Дорогом Я считаю Что полигон И ОИК Это логично И нужно Потому что Ну та же кукуруза Кукуруза дает возможность Производить газ Который Монолитный Одинаковый Химсостав Известен Полигонный газ Он Завезли Что-то другое И там Химсостав Абсолютно меняется То есть Производство Электричества Много сложнее Чем Производить Скажем Электричество Из природного газа Или Из того Или из той же Кукурузы То есть Эта поддержка Она адекватна И Откровенно говоря У нас была встреча С министром экономики И я Нынешним Да И я Скажем так Удивлен О его Познаниях В этих нюансах Звонок у нас есть Наденьте наушники Вот перед вами Добрый день Добрый день Экспорт Не эксперт А экспорт Экспортный строитель То есть Строитель Который строит В Риге Барселоне Амстердаме Ну и Смотрите Мусорный контейнер Я беру Восьмикубовый контейнер Стоимость его Мусорного контейнера В Риге Барселоне И Амстердаме На сегодняшний день Она Практически Плюс-минус Двадцать евро С контейнера Гуляет Но после Поднятия цен Вот которые Сейчас будут Подняться У нас будет Дороже Мусорный контейнер На тридцать евро Чем в Барселоне И в Амстердаме И уровень зарплат Их к нашему Это коэффициент Один к двум По-моему Ребята Вы слишком Заборзели С такой ценой На мусор Да Спасибо Мы вас поняли Стоит Это цена Гетлин За что мы отвечаем Сортировки Строители 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 Опять Они ломают Есть какие-то Отходы Про один и тот же Про один и тот же Мусор Про один тот же Контейнер Ответьте на вопрос Все одинаково Аналогично Не вру реально Могу доказать Поняли Только про один контейнер Значит цена образуется Этого контейнера Это вывоз Непосредственно оператор Который занимается Он устанавливает цену Цена Гетлини Она известна Стационарно И она установлена Регулятором Но цена Которая на объекте Тут еще Компонент Перевозки Контейнерной Аренды И всего остального Вот за это Я не могу ответить Конечно было бы идеально Чтобы Гетлини От двери Или от объекта Обслуживали это И до полигона Но к сожалению Тут еще Вопрос с конкуренцией И вот эта сказка Когда мы бы От двери до двери Обслуживали Она к сожалению В Риге невозможна Небольшой перерыв Сейчас Оставайтесь с нами Скоро вернемся Мы вернулись Это разворот И у нас в гостях Сегодня глава предприятия Гетлини Эко И Монт Стыранс Вы можете снова нам звонить 672 12 93 9 672 13 93 9 Или по ватсапу Писать 2 3 0 6 1 9 1 На протяжении последних Уже нескольких лет Идут разговоры о том Что будет после Гетлини Потому что Первоначально Сколько я понимаю Завод То есть не завод А предприятие Должно было проработать До 2016 Вообще года Потом условия Как-то вот улучшились Насколько я понимаю Опять же Чтобы не тратить на это время Есть три основных варианта Да Уже они как-то выработаны Как Что будет после того Гетлини Просто закончится место Закончится этот ресурс Либо я так понимаю Расширение Гетлини Либо строительство Нового полигона Либо сжигание мусора Да Вы на сколько Поем за третий вариант Выступаете Сжигание мусора Ну скажем так Я последние 15 лет В мусорнике Да Из которых Интенсивно боролся Сжигания не было Потому что Еще там Я не знаю Лет 6-7 назад Условия игры И условия этого бизнеса Они не были Самодостаточны То есть Чтобы сжечь мусор Это стоит Каких-то определенных денег И продукт Который производится Тепло и электричество Он не покрывает Все издержки То есть Это ложится уже На население Это скажем так Тариф опять же Ну если То что мы платим В год Платили бы в месяц Ну на данный момент Когда Налоговая политика Государства По налогу На природный ресурс Оно уже Приближается Скажем так К какой-то Ну логичные цифры При этих условиях Сжигание Становится уже Интереснее Это раз Второй момент Вот вы правильно Заметили Три варианта Это Расширение Гетлани Ну это довольно Проблематично Потому что Ну фактически Некуда расширяться Ну а до расширения Было За эти Сколько 20 лет Правильно Ну я 15 лет В Гетлани Ну На моей памяти Мы ничего Не расширяли Окей Вот Второй вариант Это искать Новый полигон Найти Под Ригой Новый полигон Где не было Населения Которое Скажем По соседству Мусорник Не хотит Видеть Это раз Второй момент Надо понимать Если там Появляется полигон Та же Цена земли Вокруг Падает В разы Ну Единственный вариант Я не знаю Уолландская Уоллайна В болоте Где нет населения Но это сразу Опять отражается На тариф Если сейчас Гетлани Это 2 километра За границей Риги То уоллайна Это будет Я не знаю 30-40 километров По кругу Да Это Автоматом Становится Все дороже И себестоимость Самого полигона Инфраструктура Создания Это Десятки миллионов Ну вот И третий вариант Который Я считаю На данный момент Он оптимальный Это Сжигательный завод В Латвии Их надо 3 Большой в Риге Небольшой в Курзаме Я понимаю Что Вайнспеллс Уже начинает строить И в Латгале Один И это дает возможность Скажем Продлить жизнь Тех же полигонов Потому что Ну Сжигаем мусор Захороняем пепел Это Десятая часть От объема Это раз Второй момент Сырье Для производства Того же продукта Тепла Нам не надо Не экспортировать Не завозить Я не знаю Российский газ Это из дефекта Сделать эффект То есть Отходы Которые считаются Отходом Одновременно Сырье для производства Но этого оказано Не будет достаточно Он полностью заменить Российский Не сможет наверняка Само собой Конечно Конечно Но Почему не использовать Если можно использовать То есть Я считаю А что касается Экологических вопросов Выбросы Отжигания То о чем экологи Собственно Говорят вам В ответ Всегда Ну Съездите В Вену В центре Вене Зажигалка Все То есть Там это решается Так Вот если говорить О тенденциях Мы же там Не должны Велосипед Наверняка Изобретать Мы можем Всегда посмотреть Западные Можно в Прагу Съездить В Вену Съездить Все происходит В центре города Если продолжаю Про экологию У нас В плане Переработки Мусора Какие-то есть Успехи Подвижки В том плане Что часть мусора Наверняка Можно Освободить Полигон Часть мусора Переработав Конечно Конечно Но надо понимать Одно Что Опять вопрос Эффективности И Себестоимости И Ну Самодостаточность Идея простая Если Нефть Падает Меньше 50 евро За баррель Когда сырье Ничего не стоит Ну и вторсырье Ничего не стоит Тогда Скажем Заниматься Переработкой Сбором Просто Экономически Невыгодно Тогда Просто За это Кто-то Должен платить И как правило Платит Производитель мусора Население В эти моменты Вот этот процесс Они Не самодостаточны Когда Нефть высокая Ну Тогда И вторсырье Стоит Тогда Есть выгода Этим заниматься По поводу Отсутствие места Для строительства Другого полигона Ну Аргумент о том Что Латвия Очень зеленая страна И в принципе У нас еще и Количество жителей Неизменно падает Это может быть Не самый сильный аргумент Но Даже то Что Периодически Под Ригой Обнаруживаются Нелегальные свалки Я понимаю Что они по масштабам Наверное Не соизмеримы Но тем не менее Их как-то Удается спрятать И постоянно Под Ригой Вот Насколько я Последней информацией От министра Была Что 30 У нас на данный момент Около 30 Этих нелегальных свалок То есть С которыми борьба Происходит Вот как так происходит Что для полигона Места нет А для нелегальных свалок У нас постоянно В лесу Как-то они Обнаруживаются Спрятанные Ну скажем так Да Тут Несколько аспектов Которые Влияют на это Ну Первый момент Я уверен Что большие операторы Которые занимаются Мусорным бизнесом Они Не злоупотребляют Этим делом Они Скажем так Могут Очень много потерять Начинают лицензии По работе В городе То есть Это исключено Но В Гетлоне Это 300-350 клиентов Есть фирмы Я не знаю С одной машиной Ну и тогда Проблема та Что Вот Эти небольшие конторы Они Я думаю Что это Проблема Связанная с ними Это один момент Второй момент Ну Опять Это было Очень актуально Когда Ну по идее Житель Платит перевозчик За мусор И перевозчик В этих деньгах Получает Весь объем денег И свой И полигона И теоретически Он может вести На все четыре стороны Этот мусор Вот Поменяя Систему Движения денег Оплаты Когда Ну Модель Житель платит Самоуправлению Гетлини Раз в месяц Сдает отчет Полный Сколько чего Завезено И самоуправление Платит Перевозчику За перевозку Гетлини За приемку То есть При этих условиях Игры Весь мусор Даже из леса Поедет к нам Потому что За это Деньги платят И тогда Скажем Ну на субботнике Не надо будет Отчитываться Что каждый год Больше и больше Собрали Будем Я не знаю Окна мыть И цветы сажать И деревья А вообще борьба С нелегальными Свалками Вы как оцениваете Она продвигается Я думаю И вся эта проблема Вообще Она вот Насколько Занимает Ну я думаю Эта проблема Становится все меньше И меньше Потому что Чем дальше Люди И Люди в этом бизнесе Понимают Что мусор Это тоже сырье И это тоже ценность Пожар в слоге Извините Два года назад Показал Что проблема Очень Тут законодательство Опять Тут везли куда-то Деньги получили Я не знаю В Швеции И не довезли До Польши Вот И то что Гетли не эта гора мусора Я считаю Что это По идее Сырьевой депозит На данный момент Технологии Не соответствуют Переработке Но это вопрос времени Через 5-6-7 лет Технологии развиваются Начнем перекапывать Старую гору И перерабатывать ее Что мы уже И сейчас Начинаем делать Расскажите немного Вот о Завод Который открылся В 15-м году По сортировке Получается Насколько он Опять же Оправдывает себя 4 года прошло Как он работает То есть все равно Постоянно мы слышим Что у нас сортировка И на фоне других Так себе Мы говорим Что так себе Обстоит сортировка Непосредственно В городе Вот это еще Одна проблема Вопрос Почему Нету Контейнеров Почему В старой Риге Нету подземных Контейнеров Которые бы не портили Вид Которые в Энспасе Появились Кстати И в Алмире Появились И вот тут опять вопрос Это новые формы Это PPP Что вы говорите На 20 лет Когда Вот как Скажем так Лизинг 5-летний Или 20-летний Платеж На 20 лет Он становится меньше И вот этот срок Дает возможность Скажем И самоуправлению И И Самой мусорной Отрасли Не только Непосредственно Заниматься мусором Перевозя его И депонируя Но уже создавать Инфраструктуру мусорную И это даст Возможность В городе Создать 2,5 тысячи Пунктов Сортировки Это раз Второй момент Площадки для сортировки Подземные контейнеры А по сортировке Как выглядит Простите Три контейнера Где мы делим То есть В этом Да Если мы говорим Скажем О Гетлане О заводе сортировки То тут немножко Другая цель Это мусор Нераздельно собранный Это вот скажем Полный мультивитамин Где человек Скидывает все подряд Ну как это обычно Да И сортировка Она Немножко По другому принципу Построена Мы делим все На Три части То что горит То что гниет И инертное И вот исходя Уже Все автоматизировано Да Четыре человека Смена И в год Триста тысяч тонн Мы не делим Бутылки там Цветные на белые Такое и такое Просто на три большие части То что гниет Это Гетлане Это производство Опять газа Тепла и электричества Помидоров Огурцов И чего то такого И то что горит Это опять С топлива Где можно Использовать На данный момент Это Цамекс Завод По производству Цемент Это сырье Оно и энергоемкое И с другой стороны Пепел От него Это составная Часть цемента Вот Ну инертное Это стекло Камень Металл Это вторсырье Но при этом Наша работа За стекло Насколько я понимаю Он тоже сильно Отличается от того Что делают соседи Соседи Они его перерабатывают Мы нет Мы со струематериалами Как-то работаем Ну это не моя отрасль Но в Латвии Если мы говорим О переработке Полном цикле У нас все хорошо С металлом Еще не знаю На столбе Провода нет Он уже унесен Сейчас уже не так Это много таскают Ну это вот традиции Давние Наверное К сожалению Более старая история Да Это ПЭТ Там весь цикл Очень хорошо проработан От жителя До готового продукта ПЭТ Это что напомните? Это вот бутылки Лимонадные Пивные Пластик И так далее Да ПЭТ пластик Вот А если говорим О бумаге Вот об этих делах То да У нас соседи Намного дальше Я понимаю Что Что это Литва Мы везем туда По стеклу Ну это опять вопрос И депозитной системы Чтобы это все собрать И переработать И переработки В Латвии нету Она кончилась Да Какая вот причина Этого Вы как это видите? Почему? Ну Значит Сырье Дорогое Энергоресурс Очень дорогой Газ И так далее А это энергоемкое Производство А система депозита Опять же У нас От Как говорится Очень да До очень нет Вы В какую позицию Занимаете? Эстонцы На этом уже живут Ну на 10 лет Сколько это у них Правильно говоря Мне это Ну не все равно Скажем так Я не фанат Я не фанат Очень частично Это больше Операторы занимаются Но тут надо Поднимать одну вещь Когда Если мы хотим Чтобы Вести депозитную систему Это во первых Довольно дорого Это надо понимать Что Бутылка лимонада Будет стоить Ну Грубо говоря 15 евроцентов Дороже Но потом ты возвращаешь Себе эти 15 евроцентов 5 евроцентов А 10 Идет на содержание То есть третья часть Да Еще один момент Если мы говорим О той же Германии И если Эту пэт бутылку Вот если вы заметили Она твердая Нормальная Много раз используется Ты ее собрал И опять можешь заправлять С него на дом И продавать его И оборот 8-9 раз То у нас они одноразовые То есть уже больше Ее не используешь В производстве То есть наши бутылки Отличаются Тоже Конечно Они одноразовые У них это Многоразовое использование Плюс Надо понимать Еще одну Такую немаловажную вещь Это только До 2% От общего объема Мусора И это скажем Самое прибыльное Что есть И если Это уйдет Из отрасли Если скажем Оператором станет Ну скажем так Производители пива Магазины То это повлияет На отрасль Как таковую Все издержки Станут больше Это раз И знаете Надо посчитать Вот если Вот скажем Налоговая инспекция Чтобы собрать Налогов 100 евро А надо использовать Ресурс 150 евро Ну тогда вопрос Надо ли собирать Такие налоги Когда стоит Больше Чем Сам продукт Еще такой вопрос Вы часто говорите Вот в этом интервью Вы часто говорили О том Как дорого Может стоить То или иное решение И как это Иногда зачастую Невыгодно Как вам кажется Насколько Государство Должно помогать И сфинансировать Может быть Дополнительно Какие-то такие методы Потому что Во многом Благодаря таким Сортировкам Или другим методам Экология Может улучшиться И климат А мы сейчас По нашему лету Чувствуем Что Дела обстоят Не очень Государство Не только должно Оно и помогает Если мы говорим О европейских деньгах Вот за Буквально Последние 3-4 года Государство Повернулось Лицом к отрасли Потому что До этого Были Большие проблемы У нас просто Делали реформы Отрасли Не выходя Из своего кабинета Вот Последние Последние 3-4 года Государство Реально Помогает Сейчас В Гетлине Будет Осуществлен Проект Который Стоит Под 40 миллионов Это переработка Биологии И реально Это европейские деньги Реально Это 85% Поддержка И без Этой поддержки Это невозможно И с другой стороны Государство Понимает Что Если говорим О той же биологии То 20-й год Если мы не будем Перерабатывать Там 65% От 95-го Года Объема То государство Будет платить Большие штрафные Санкции Да Вот именно Этот вопрос Постоянно звучит Что мы сортируем Сейчас меньше 30% Перерабатываем Я имею в виду Ну примерно Хорошо Но просто Евросоюз Там диктует До 25-го 55% Насколько это вообще Выполнимо Или мы уже Можем с уверенностью Сказать Что мы штрафов Не избежим Ну Все Выполнимо Вопрос Сколько это будет стоить И сколько это будет Будет стоить Это будет стоить Много И кому это будет стоить Населению За счет чего За счет тарифов Ну нету других источников Выгоднее будет Ну такой Такой немножко Циничный вопрос Выгоднее все-таки Выполнить эти условия Или штрафы будут Не такими Там я не считал Ну скажем так За первым штрафом Может последовать Другой То что Государство Заплатит штраф Это не значит Что государство Не будет Должна навести Порядок Это абсолютно Не значит Заплатил Забыл То есть с уверенностью Можно сказать Что тариф В ближайшие годы Там Без Без сомнений Каких-либо Будет тариф Тут расти Довольно серьезно Будет расти Налог на природный ресурс Он будет расти Если скажем В Европе Это не знаю Там 80-90 евро У нас сейчас 40 Он будет расти Он будет выравниваться Условия игры Что у нас Что в Европе Они одинаковые Требования К среде Они одинаковые Да, зарплаты у нас меньше Но потому мы Делаем все возможное Чтобы Скажем так Если в Гетлине Тариф 58 евро В Таллине 68 В Вильнюсе 73 То есть эти страны Которые примерно одинаковые Если мы говорим О Швеции Об Англии То это за 100 евро То есть он в два раза отличается Вот эти первые там Три Я не знаю Вообще основные действия Чтобы мы Более-менее успели К 25-му году С переработкой Соответственно Требования Миросоюза Какие эти шаги Первое Самое основное Это максимально Сортировать на месте То есть Максимальный объем Возможности Контейнеров Чтобы население Сортировало Если это происходит Уже на месте Это дает возможность Уже дальше Думать о переработке Эти контейнеры Появятся? Вот Пи-пи-пи Это две с половиной Пункта Тысячи пунктов По всей Риге С одной стороны Да Тариф вырастет Но Если возможность Человека сортировать И сдавать вот этот сортированный Бесплатно То вопрос даже не тарифи А вопрос В ежемесячной плате Тариф может вырасти А плата может снизиться За счет того Что есть возможность Отдать бесплатно Человеческий фактор Очень большой Появятся контейнеры Люди сразу начнут сортировать Нет Звучит неправдоподобно Нет Проблема даже та Вот люди недовольны Что они сортируют Машина приезжает И скидывает все в одну кучу Да Проблема немножко другая Из десяти человек Если один бутылку стеклянную Бросил к пластмассе Оператор все равно Это должен пересортировать Тогда просто оператор считает Что не надо отправлять Четыре машины Отправляешь одну И везешь к себе На завод У них у каждого есть заводы По сортировке Где вручную люди отсортировывают Но отсортировывают Отдельно Раздельно собранный мусор А не тот мусор Который едет в Гетлине В Гетлине едет Полный микс Ну то есть Даже если у нас будут Стоять вот эти пункты переработки Три разных контейнера Да Пункты сортировки И простите Пункты сортировки То Все равно Будет присылаться Одна машина за ними всеми И даже если население Не сортирует Если есть какая-то часть людей Которые этого не делают Это не поможет Ну видите Тут опять момент населения Скажем Если сейчас Стоят контейнеры Пятиэтажный дом Частник едет мимо Бросил свой мусор И вот эти несчастные люди Должны платить За частника Который живет В частном доме Значит Надо напрягать Того же дворника Тот же забор вокруг Смотрят Считают Когда будет контроль над этим Когда вот скажем Я не буду платить за соседа А буду платить только за то Что я сам произвел И будет порядок И порядок будет больше И цена Месячная оплата Будет меньше Вот опять же Если заглянуть в статистику Мы видим Что количество жителей Латвии Снижается Не секрет А количество мусора Сильно увеличивается Я понимаю За пять лет Нет На сто килограммов в год От одного человека Все увеличилось Это не так? Ну Скажем так Мусор Объем мусора на человека И уровень развития экономики Да Они связаны Скажем 2006-2007 год Когда был кризис Когда экономика упала на 30% И объем мусора упал на 30% На данный момент Население Ну Рига И под Ригой Я считаю Что Если и падает То незначительно Там больше Латгалии И тоже Витзами Вот Но Количество мусора растет Да В связи с этим Я делаю вывод Что Уровень жизни И доходов У населения Тоже растет Чем лучше живем Тем больше выбрасываем Закономерность Да Но в Европе По Евросоюзу В среднем Совсем другие Намного больше Намного больше Конечно Конечно По объему на человека Намного больше Хорошо Последний вопрос У нас уже немного времени Коротко Я насколько понимаю Вы У вас есть такой Может быть Долгосрочный план Открыть образовательный центр Для школьников Мы будем строиться Будем развиваться Уже сейчас В Гетлане В год К нам приезжают Уже больше Можно сказать 7 тысяч Людей Из которых Начиная от Детского сада Заканчивая Там Пенсионерными Пенсионерными Организациями Да Одна вещь Когда человеку Рассказывают Читают А другое Когда человек Сам приезжает На место У нас есть Три человека Которые Только этим занимаются Это экскурсии Бесплатные Можете зайти На Гетлане И заказать Эту экскурсию И вот В течение Полтора Полторых часов Эти люди Смотрят Реально Что и как Происходит У нас Центр Посмотреть Что колбаса Колбаса Не растет На дереве Спасибо большое Глава предприятия Гетлуния Куимон Стиранс Был у нас В гостях В программе Разворот Я Андрей Лешкевич Артем Липин Звукорежиссер Евгений Копеев Спасибо вам До свидания До свидания